Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о здоровых зубах наших с вами питомцев, а точнее об одном из способов профилактики зубного камня. С маленьких лет нас с вами приучают, что необходимо чистить зубы два раза в день. Ну, как минимум один уж точно. А что же касается наших с вами питомцев? Ведь они тоже с течением жизни кушают и их зубки пачкаются. Изначально получается мягкий налет, потом зубной камень и вплоть до потери зубов. Это, друзья, достаточно важный момент. И говорить о том, что необходимо проводить ежегодную санацию полости рта наших с вами питомцев, я надеюсь, не стоит. Но о том, как в домашних условиях сделать профилактику заболеваний зубного камня, мы как раз-таки сегодня с вами и поговорим. А поговорим мы с ветеринарным врачом-стоматологом, который принял активное участие в разработке лакомств для собак Нямс Дентал. Так что, друзья, усаживаемся поудобнее, машем хвостиками и погнали. Здравствуйте, я доктор Иван Макаров, ветеринарный ураль-стоматолог, кандидат ветеринарных наук, член Европейской ветеринарной ассоциации, ассоциации ветеринарных стоматологов. Сколько лет вы уже занимаетесь ветеринарной стоматологией? Порядка 19 лет и не вижу, так скажем, конца этому делу. В том плане, что каждый раз, когда ты развиваешься, каждый раз, когда доходишь до очередного этапа, ты открываешь для себя новые горизонты. И это мне очень нравится. И, соответственно, дальше в этом направлении хочу развиваться и буду. А насколько сейчас актуальна проблема ухода за полость рта у животных и насколько это важно? На самом деле, мне кажется, что уходу и вообще гигиене ротовой полости на данный момент пока еще не сфокусировано такое внимание у наших питомцев. И это связано с тем, что просто-напросто у людей не хватает, нету полной информации об этом, насколько это важно. Вообще ротовая полость – это зеркало, так скажем, организма. Как показали исследования, что сам по себе парадонтит, то есть заболевания ртовой полости, они наиболее распространены как у мелких домашних животных, так и у диких. То есть это наиболее распространено заболевание в мире. Поэтому нужно сфокусироваться на своем питомце, на его здоровье и в том числе на зубах. А зубы, несмотря на то, что многие говорят, что не получается чистить, питомец не дает. И просто ситуация сейчас такая, что даже в зоопарках приучают диких животных чистить зубы, может быть, там через прутья и тому подобное. Но, собственно, пациенту, домашнему животному, я думаю, это тоже достаточно легко сделать. Надо, главное, проявлять настойчивость, ну и, естественно, желание в этом направлении. Иван, а как правильно профилактировать заболевание и что для этого применять? Самое основное в данном случае уход вообще за ртовой полостью, гигиена ртовой полости, она комплексная. Она состоит из ряда, так скажем, пунктов, неотъемлемых пунктов. И связано, в первую очередь, это с тем, что зубной камень, действительно, мягкий зубной налет, а потом и зубной камень, образуется достаточно быстро, особенно у декоративных пород собак, у средних пород собак, у некоторых крупных пород собак, то есть у конкретного индивидуума в данной породе. То есть есть породы, не предрасположенные к образованию зубного камня, но определенный там пациент приходит с очень запущенной ртовой полостью. Поэтому уповать на то, что моего животного это не коснется, не стоит. В любом случае есть определенный минимум ухода за ртовой полостью, который включается как зубная щетка, там всевозможные игрушки. И, соответственно, немаловажную роль нужно уделять тому, какую вкусняшку, какое лакомство вы даете своему питомцу. Лакомство можно подобрать в зависимости от размера питомца. Крупные, средние и мелкие питомцы есть у нас, соответственно, также и рассчитано по размерам лакомства. Абразивность по вкусовым качествам. Нужно отметить, что все продукты используемые натуральные, не используют никаких химических включений, что очень важно, учитывая, что много питомцев появляется с проблемами аллергического характера. В данном случае, друзья, используют как раз натуральные ингредиенты. Даже если мы с вами посмотрим, к примеру, дентал зубной снэк, здесь используются рис, рыба и рыбные субпродукты, белок растительный, клетчатка, лецитин и так далее. Даже если мы говорим про красители, то используются натуральные. И ароматизаторы в том числе используются натуральные. И также, конечно же, важный момент, то что лакомство отличается как по форме, вот, например, зубные палочки, как по форме, соответственно, по размеру, даже по степени жесткости, потому что, вот, например, зубные спонжи, уровень жесткости, медиум. Эти, соответственно, тоже медиум. Есть и более жесткие, так называемые, хард-жесткость. Также, друзья, обращаю ваше внимание, то, что сейчас вы на обзоре можете видеть вот такую упаковку. Это, друзья, старая упаковка. В настоящий момент происходит ребрендинг, и вы можете, точнее, уже будете встречать в продаже вот такой дизайн этих лакомств. Это одни и те же лакомства, только, соответственно, в другой упаковке. Смотрите, какая штука. Это, друзья, все для наших с вами питомцев. Рис, мясо и субпродукты, в том числе говядина, 4%. Уровень жесткости максимальный. Иван, а вот есть же, например, популярные олени, рога или, например, кости. С точки зрения стоматологии, как они влияют на зубы, и, ну, они же достаточно жесткие, намного жестче вот таких вот лакомств. Вот это основная проблема, потому что некоторые владельцы дают олени рога или большие кости, в результате чего мы наблюдаем абразию, то есть стирание зубов у питомцев, и в том числе переломы коронных зубов. В результате они оказываются у нас. Конечно же, в ходе беседы часть владельцев все-таки считает, что нужно давать данные продукты в качестве лакомств. Да, на что я отвечаю, что если вы хотите дальше приходить ко мне на лечение зубов, то продолжайте давать их. Вот такой, друзья, интересный момент. Не все лакомства полезны, как нам может казаться изначально. То есть на это стоит обращать внимание. Также, друзья, стоит обращать внимание на калорийность, ведь у каждого такого лакомства есть свои калории. И при расчете суточной нормы рациона наших с вами питомцев, также это стоит учитывать. А вот как это рассчитать, я вам, друзья, сейчас все покажу. Как говорится, математика нам с вами в помощь. Для примера нашего расчета возьмем одного случайного песика. Ну, не знаю, насколько у меня песик тут получается. Он кушает ежедневно сухой корм. В сухом корме обращаем внимание на калорийность. Мы знаем, что в 100 граммах сухого корма содержится 392 калория. Соответственно, 392 на 100 мы с вами получаем, что в одном грамме корма содержится 3,92 калория. В сутки наш с вами песик кушает 250 грамм. Соответственно, 250 грамм умножаем на 3,92 калория. И мы с вами получаем 980 килокалорий. И суточная норма потребления. Наш с вами песик кушает 980 килокалорий. Ну, для примера давайте возьмем лакомство Дентал. Вот такое прикольное. Вот такая пористая структура. Прикольное лакомство. Смотрим здесь энергетическая ценность. В 100 граммах продукта у нас содержится 280. 100 грамм продукта равно 280 килокалорий. Тоже здесь, чтобы не запутаться. Соответственно, 280 делим на 100. Получаем в одном грамме 2,8 килокалорий. В самом вот этом лакомстве, весового этого лакомства всего 15 грамм. Умножаем на 2,8. И у нас с вами получается 42 килокалории в одном таком лакомстве. Соответственно, мы берем суточную норму. Минусуем килокалории с этого лакомства. 980 минус 42. И получается у нас 938 килокалорий. Оставшиеся килокалории, которые необходимо дополнить питомцу непорезанным сухим кормом. Соответственно, возвращаемся в самое начало. А именно вот к этому числу. 938 делим на 3,92. И мы с вами получаем 239 грамм сухого корма. Необходимо дать. То есть, если мы с вами изначально должны были дать 250 грамм сухого корма. То получается, при добавлении в рацион питания вот такого одного лакомства, у нас сухой корм меняется на 239 грамм. В том числе, если мы возьмем любое другое. Допустим, вот такое лакомство. Здесь у нас 25 грамм. И при тех же самых 280. Соответственно, все то же самое. За место вот этого 25 грамм. Умножаем на 2,8 килокалории. Потому что здесь также 280. Мы с вами получим 70 килокалорий. Соответственно, 980. Изначальный суточный рацион высчитываем. Минусуем 70 килокалорий. И мы с вами получаем 910 оставшихся килокалорий. Которые мы уже разделяем на 3,92. И мы с вами получаем, что нам необходимо добавить 232 грамма корма. То есть, суточная норма. При условии, если мы дадим нашему с вами вымышленному питомцу, который кушает 250 грамм корма с калорийностью 300,902 килокалорий на 100 грамм. Соответственно, корма 232. И вот такая, друзья, математика будет характерна не только для лакомства, но и для влажного корма. Поэтому вы, когда рассчитываете рацион питания, суточный рацион питания вашего питомца, соответственно, учитываете общие калории. И из них уже начинаете высчитывать, соответственно, лакомство, влажный корм и так далее, тому подобное. И чтобы у вас получилось правильное число, суточное правильное число необходимых килокалорий. Чтобы ваш питомец, соответственно, и не голодал, и при этом не набирал вес. Вот такая, друзья, математика в нашей профессии. Иван Макаров нам много что интересного рассказал. Но я решил съездить к своему ветеринарному врачу и спросить ее мнение по поводу лакомств как профилактика. Такое чудо. Бесстрашное и холодное. Здравствуй, чудо. Скажи, пожалуйста, сейчас очень активно продаются различные лакомства для зубов. Ну, в частности, мы на разборе сегодня рассматриваем Нямс. Всякие для зубов, для чистки, чтобы все было хорошо. Даже вот есть глубокое очищение зубов, даже массаж десен, там, со всякими различными дополнительными пользами. Скажи, пожалуйста, как вы, ветеринары, вот к этому всему относитесь? Мы относимся к этому отлично. Это классное профилактическое средство. Но очень важно помнить, что это не является лечением. То есть только что-то незначительное, легкий какой-то мягкий налет, это может помочь счистить. Но прям зубной камень сформировавшийся мы этим точно абсолютно не уберем. И я бы даже сказала, что это, наверное, как вспомогательное средство. То есть это не заменяет чистки зубов в домашних условиях в том числе. То есть мы должны и пользоваться вкусняшками вот этими, и дополнительно еще чистить зубы пастой. И такой, наверное, основной тезис. То есть это не является лечением. То есть это именно профилактика. И профилактика все-таки, наверное, здоровых зубов. Когда вот уже после чистки уже все хорошо, и, соответственно, можно давать. А давай покажем зрителям, что же у нас здесь такой за питомец сидит. Это у нас милечка. И у нее есть вот такой активный зубной камень. То есть тут даже мы не видим... Я даже зубов не вижу. Да, и скорее всего, если мы его чистим, то там либо от зубов совсем уже ничего не осталось, либо они очень в плохом состоянии, и, соответственно, потребуется их удалять. Потому что там, скорее всего, корни будут очень оголенные. И собаки, как правило, такие зубы причиняют только боль, дискомфорт. Плюс мы помним всегда, что зубной налет – это скопление из микроорганизмов. И все это может попадать в току крови. То есть ничего полезного от этого нет. Можно еще дополнительную инфекцию какую-нибудь заработать. Скажи, пожалуйста, а в основном из-за чего образуется вот такой зубной камень? Ну, такой зубной камень может появляться, во-первых, при отсутствии регулярного ухода. Потому что животным в любом случае нужно чистить зубы. Как ни крути, только, например, лакомствами мы не обойдемся. В целом прием пищи, он тоже влияет на то, какое у нас состояние зубов. Например, если собака питается чем-то мягким, только влажные корма, либо там какие-нибудь каши, как некоторые кормят. Это тоже будет способствовать отложению налета, который впоследствии в камень перерастет. Вот. Неправильный прикус, в целом какое-то, может быть, неправильное расположение зубов. Тоже это все влияет у нас активно. Так что, друзья, берегите зубки ваших питомцев с молодой. Не допускайте образования зубного камня. Ежегодно проводите полную санацию полости рта. И, конечно же, не забывайте про профилактику. Чтобы не было вот таких же зубок, как у этого питомца. Как я уже говорил чуть ранее, Иван Макаров активно принимал участие в разработке лакомств Мнямс Дентал. Я не мог не задать ему вопрос, а какое же лакомство с его точки зрения наиболее уникальное и интересное. Особо хочу отметить данное лакомство. Это губка-спонж. Я считаю, это, можно сказать, определенная революция в лакомствах. Почему? Потому что губка-спонж, она позволяет во время того, как собака начинает смачивать ее слюной, она становится достаточно эластичной. И, собственно, во время накусывания зуб полностью погружается в структуру данного лакомства. Представьте, чего происходит максимальное очищение со всех сторон поверхности зуба. Это очень важно, и гигиена ртовой полости значительно становится лучше. Плюс пациент снимает стресс. Так что вот эту вещь я рекомендую. Попробуйте, если вашему питомцу она понравится, потому что, безусловно, есть какие-то вкусовые предпочтения, какие-то привычки. И, собственно, если все пройдет успешно, я вам рекомендую давать данное лакомство один раз в день, ну или хотя бы один раз в два дня. Ну и, конечно же, стоит провести небольшую дегустацию. Субтитры сделал DimaTorzok И в настоящий момент представлены два вида таких лакомств. Это то, что нам показывал Иван с эвкалиптом, и точно такое же, только уже с фитокомплексом. Именно его как раз мы с вами и смотрели при расчете калорийности. Вот такая пористая структура, соответственно, которая помогает очищать зубы. И, на самом деле, очень интересно. Иван, а подскажите, как вы сами оцениваете эти лакомства? Видите ли положительную динамику своих пациентов? Я сейчас вижу, потому что лакомство уже порядка двух лет на рынке, и я вижу хорошую отдачу, хорошие отзывы. И, собственно, поэтому для меня, как для доктора, для меня очень важно, чтобы продукт был качественным. Только в этом случае я могу его назначать. В данном продукте я уверен. Ухаживайте за ротовой полостью, чистите зубы, не болейте. Приходите периодически на плановый осмотр. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Спасибо Ивану за напустанное слово. А я, друзья, напоминаю, что давать или не давать своему питомцу данные лакомства, и заниматься ли лечением, решать исключительно вам, а не мне. Всем хорошего настроения. Любите своих питомцев. Заботьтесь об их зубках. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok